Послевоенный двор. Именно так называют жители микрорайона Степной-2 свою придворовую территорию. Они возмущены проводимыми ремонтными работами компании Теплотранзит Караганда. На днях двор в очередной раз подвергся атаке экскаваторов. Теперь здесь, особенно в дождливую погоду, не проехать, не пройти. Раскопать раскопали, а вот устранять последствия ремонтных работ никто пока не собирается. Серегжан Волидвай с подробностями. Этот двор несколько лет назад отремонтировали по госпрограмме. Но бюджетные деньги ушли в никуда благодаря монополисту. Теплотранзит Караганда, делая раскопки, не устраняет последствия ремонтных работ. На месте, где когда-то был ровный асфальт, ямы и ухабы. В дождливую погоду все это превращается в месиво. С Петропавловска приехал, как пять лет живу, пять лет роет, пять лет вот в одном и в том же месте вот эти трубы меняют, что ли. Ну зачем пять лет подряд рыть, я не знаю. Вот горячей воды не было, да, вот они выкопали, оно стояло сколько. Пока это они трубу найдут, у них труб нет. Вот сколько звоним, горячую воду когда дадите, уже давно дали. Нету трубы, вот они два месяца, два месяца не было у них трубы. И вот это стоит все разрытое. Еще месяц назад здесь росли 20-летние зеленые насаждения. Одна из местных активисток рассказывает, как жестоко обошлись деревьями экскаваторщики. Все разрыто. Все уничтожают вот возле этого. Как будто вот они сегодня последний день живут. Я не знаю, я вообще возмущена, я не знаю. Вот взяли, изуродовали и все. И никто не отвечает, ни один не приехал, не посмотрел. Ну что у вас такое, что вы подняли тревогу, что здесь такое. Никто, все отяпляп, допускают, потому что дерево. Центрально-тепловый пункт, который обеспечивает несколько дворов горячей водой и теплом, начали ремонтировать в прошлом году. Поменяли кровлю, сняли штукатурку, но снаружи довести до ума забыли. Здание стало неприглядным и явно портит эстетический облик двора. Почему компания-услугодатель не убирает бетонные блоки, которые находятся прямо на детской площадке, тоже загадка для местных жителей. К слову, после каждых раскопок со двора пропадают турники и заборы. Жильцы обвиняют в этом монополиста. Вот эти вот плиты, вот вон они стоят. Не плиты, я не знаю, как эти колыц странные. Они стоят уже второй год. Вот пока местом какой-нибудь ребенок что-нибудь себе конкретно не раздерет, они не уберутся. То же самое вот с этим. Вот там дети и клеятся на эти трубы, и вот-вот оставили. Ну вы сделали, вы уберите тогда. То ли они здесь не закрыли, то ли они... Откуда вообще эти плиты, здесь вообще не понятно. Обратившись непосредственно в теплотранзит Караганда, нам пояснили, что во дворе Степнова-2 оказывается не завершены ремонтные работы. Идет реконструкция теплосетей. Закончить планируют к середине августа. После чего, обещает монополист, начнут благоустраивать дворы, где орудовали аварийные бригады. А вот деревья восстанавливать компания отказалась, потому что они растут в охранной зоне тепловых сетей. Во-первых, приношу извинения жителям микро-района Степной-2. Выясню, возьму личный контроль, выясню. Ну, в ближайшее время я там устрою эти нарушения. После вмешательства первого Карагандинского монополист принял решение, что кроме ремонта дорог отремонтируют здание центрально-теплового пункта. А также жителям были обещаны в подарок турники. Правда, устанавливать его придется жить сам за свой счет. Сергей Жан Маулитбай, Сергей Высокосов, Первый Карагандинский. КОНЕЦ